Контроль над энергией начинается здесь. На саратовском бизнес-рынке предприятие системы управления хранением энергии совсем недавно. За два года здесь смогли получить крупных заказчиков. Проектом заинтересовались в Энгельской Тролзе. Уже в ближайшие недели начнут тестировать одно из главных разработок. Систему хранения энергии, которая действует по накопительной. Ночью батареи заряжают, днем используют как топливо. Подхождение маршрута троллейбусом до 100 километров. В зависимости от сложности рельефа. Второе – это использование в качестве автономного хода. То есть там, где нет магистрально оборудованной линии электропередач, там уже идет включение этой системы. На подходе еще два заказчика – «Росатом» и «КамАЗ». Эти крупные проекты находятся в стадии разработки. Сотрудники предприятия признаются – это будет уникальный проект, который сможет заткнуть за пояс электромобили. Это будет концептуально новый продукт, в результате которого будет выпущен новый автомобиль. Сейчас не используется у нас в России, это будет концептуально новый подход. Их признали самым успешным стартом прошлого года. Награды лучшим предпринимателям Саратовской области вручают на подведение итогов ежегодного конкурса. 18 номинаций и победителей. Их выбрали из 30 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, которые работают на территории региона. На малом и среднем бизнесе сегодня так или иначе завязаны все без исключения сферы жизни. Население и современную экономику невозможно представить без предприятий этого сегмента деятельности. На их долю приходится почти треть валов регионального продукта. Уже 11 год подряд в области определяют лучших бизнесменов. В этом году больше всего заявок пришло от предпринимателей Пугачевского, Энгельского района и Саратова. Большая часть победителей в различных номинациях из их числа. Елена Губенкова, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов. Продолжение следует...